Добро пожаловать на канал BazarTV. Сегодня предлагаю вашему вниманию посмотреть на терминал A-класс Front Belfare, работающий под управлением Windows E7. Перед вами сенсорный экран, также есть отдельная кнопка выключения-включения, такой мини-принтер для печати чека. На задней стороне можно обнаружить второй экран, есть в комплекте, или это не комплект, но короче говоря, считыватель для смарт-карт. А также можно обнаружить следующие порты, мини-USB для подключения к компьютеру, для синхронизации Ethernet, два порта USB, еще один USB RS-232, драйвер какой-то и разъем для питания. Второй экран для выдачи информации покупателю, а главный экран для продавца и для администратора. Допустим, тык, продажа, потом тык и, внимание, вот. Вот, вот что выдает покупателю, когда продавец пробивает, вот. Печать происходит следующим образом, нажимаю на кнопку печать и... Вот так происходит печать. Если спустить вниз, вот, можно открыть крышку. В программе есть продажа, дизайнер, проверка продаж и обновить цены. А есть еще меню. Устройство, меню, отчет, баланс, меню, фотографии детей, показ, меню на телевизоре и регистрация кассира. В устройстве есть интернет, программа обеспечения, конфигурация, управление питанием, логирование и установка времени. Меню из версии 2 сохранить, загрузить. Что интересно, сейчас терминал в спящем режиме, но если тыкнуть, то просыпается экран. При желании можно отдельной кнопочкой в режим сна, а это режим. Так вот, если попасть в меню, вот, меню, загрузить, выдает ошибку, аккаунтный файл. Если нажать ОК, то мы попадаем в Windows CE 7, то есть в саму оболочку винды. Вот так вот выглядит оболочка данной операционной системы Windows CE 7. Как видите, обновление февраля 2016 года, 22 февраля. Вот такие дела. В данном устройстве, что тут у нас предустановлено? Фавориты программы. В программах есть Internet Explorer, Microsoft WordPad, две печати документов наипростейших, музыкальный плеер, просмотрщик фото и просмотрщик видео, также командная строка и проводник. Также есть My Device, если нажать и удерживать, вызывается как правая кнопка мыши, Properties и видим. Сборка 2864 Windows Embedded Compact 7, 2010 год, Microsoft Corporation. Память, имя устройства и копирайты. Кувертура у данной винды довольно маленькая. Давайте попробуем напечатать, но не при вас, конечно. Тут даже дополнительная клавиатура есть побольше. Написал Базар ТВ, латинскими алфавитами. Пуск панель задач системный трей, всем знакомый по Windows C6, Windows C5. Переходим в панель управления, открываются вот такие вот настройки. Сертификаты, дата времени, вызов, FreeSkill Display Driver, FreeSkill USB Driver и тому подобное. Система, ну, мы уже, естественно, смотрели. Процессор данного устройства вот такой. RM Cortex A9 IMX6D. Есть даже отдельная программа IMX6A9 Monitor. 56 градусов, 996 МГц. Вот такой вот специальной программы. IMX6 CPU. В коннекшене есть дата-время, Bluetooth, звук и сетевые настройки. Поскольку это устройство с Windows C просто так не выключишь, есть специальная программа Power Off. Соответственно, Power Off есть. Power Off – это выключить ребут, это перезапустить устройство и отменить. Языки клавиатуры арабский, греческий, английский, русский и персидский. Открываем My Device. Тут обычный проводник. Открываем Windows, открываем, естественно, стартап. Вот, видите, какие программы есть? Стартап. И открываем, восстанавливаем специальную программу. Соответственно, запускается специальная программа. Гоуайм и Вуайя. Ну и напоследок, попробую показать вам перезагрузку устройства, чтобы показать включение самого устройства. Нажимаем Reboot. Устройство остановится. Появляется заставка ARM POS, Pinnacle Technology Corporation. Я бы хотел бы такое устройство себе в коллекции, но это не наше устройство, к большому сожалению. Так бы побольше бы наигрался с Windows CE 7. Вот сейчас запускаются устройства, и сразу в этой загрузке запускается специальная программа Гоуайм для продажи. Второе число. Не, 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 не нажимай пока. Подожди. На второе, девятое число. Подожди. Мне же нужно было пробить, вложить это самое, деньгами. Самомоделька вот такая. ML4CBM. Сделано в Тайване. Экран, кстати, можно еще двигать. Ну, спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на наш канал Базар ТВ, ставить лайки, нажать на колокольчик. Ждите новых обзоров. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова